Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях в регионе. Показали, где будет стоять компьютерный томограф. Губернатор Валерий Радаев посетил одну из саратовских поликлиник. Здесь скоро появится новое оборудование. Вы снимаете, мы показываем. Очередная подборка нарушителей на дорогах в рубрике «АвтоХам». В Татищевском районе изучают двухвековые деревья. Специалистам удастся узнать возраст и даже посмотреть внутрь растения. Об уникальной экспертизе расскажу я, Никита Исанов. Что приготовила нам небесная канцелярия в четверг, 19 ноября, на святителя Павла, через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Количество вызовов врачей на дом выросло в три раза. Саратовские медики загружены работой. Поликлинику номер два с визитом посетил губернатор Валерий Радаев. Глава региона проинтересовался, с какими трудностями в период пандемии сталкиваются врачи. Медицинский персонал рассказал о нехватке автомобилей для выездов на дом к пациентам. В поликлинике восемь машин. Дополнительно медики получили еще три машины, которые используются для посещения пациентов и доставки им лекарств. Сейчас за смену участковые врачи посещают в среднем 40 больных. Раньше до пандемии норма была 15. Возросла нагрузка не только на врачей, но возросла нагрузка и на диагностические службы. Количество ПЦР-исследований. Мы в день забираем порядка 100 и более 100-110 мазков ПЦР. Мы берем ежедневно. Ну и здесь, и на дому? Мы берем на дому преимущественно. Преимущественно на дому. Здесь, ну, по показаниям, если по назначению врача. Губернатору показали помещения, которые в поликлинике отвели под кабинет для нового оборудования. На днях здесь появится современный компьютерный томограф. Средства на него выделили в рамках национального проекта здравоохранения. Сейчас в помещениях под КТ завершается внутренняя отделка. Проведены наружные электромонтажные работы. Помещения готовы к приему оборудования. Аппарат должен поступить на днях, после чего начнется проведение пусконаладочных работ. Компьютерный томограф будет смонтирован в течение недели. Уже готов специалист, который прошел переобучение. Чтобы специалист, врач говорил, есть необходимость в этом. Как вот вы говорите, первые там несколько дней это можно и там не увидеть, да? А у нас вот сумбур такой получился, поэтому специалисты должны рассказывать, что рентген это тоже дает заключение. КТ там при необходимости тоже теперь у вас здесь будет. Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова подтвердила, что помещение соответствует требованиям радиологической безопасности. Как только будет готово напольное покрытие, проведено исследование, по итогам которого специалисты примут решение о вводе КТ. В медицинские учреждения Саратова планируется поставить 4 таких новых аппарата. Оборудование ждут в 6-й поликлинике, а еще в 10-й клинической больнице и в 7-й детской. Кроме того, на сэкономленные средства будет закуплен 5-й томограф. Таким образом, в этом году региональное здравоохранение должно получить 13 аппаратов КТ. Трудятся без гарантии. Сотрудники прокуратуры провели рейд по общественному транспорту. Искали водителей, которые работают неофициально, без договора и социального пакета. Правоохранители общались с шоферами, записывали данные, их потом сверят с официальными документами. Если найдут несостыковку, перевозчика проверят и накажут. По словам ревизоров, водителей часто набирают не по договору. Коммерсантам это выгодно. Не нужно платить налоги и белую зарплату. Жалобы на нероделых владельцев транспорта поступают нередко. У нас полный соцпакет, у нас государственные предприятия. Официальный пункт у вас есть на руках, да? Да, конечно. А заработная плата? Заработная плата у нас чисто белая, только по расчетам. Вот, расчеты нам дают, и так же все, и уплачивают нам только одну зарплату белую. Как правило, работодатель обещает заработную плату в более высоком размере. Но в ходе проверок мы устанавливаем, что чаще всего такие обещания не сбываются. И в результате работники вообще остаются без какой-либо заработной платы. Число пьяных аварий в стране сократилось. Об этом сообщили федеральные госавтоинспекции. С января на дорогах погибли 2500 человек. Это меньше, чем в прежние годы. По словам патрульных, стали чаще ловить нетрезвых, и тем самым статистику подправили. Наказывают и других нарушителей. Автоинспекторам помогают даже очевидцы, снимают лихачей на видео. Роман Базан изучил очередные ролики. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Первое видео телезритель снял на улице Чернышевского. Водитель Лада Приора не страшится двойной сплошной и совершает разворот посреди дороги. По словам автора ролика Сергея, для лихача запрещающая разметка вовсе не проблема. Подобное нарушение совершил и водитель этой Лады Гранта Валерий Дубовицкий. Заснял, как легковушка мчится по трассе Энгельс-Маркс через сплошные. Судя по кадрам, вышло довольно-таки опасно. Наш помощник Алексей просит наказать лихача на девятке. Водитель пронесся на красный сигнал светофора у Трофимовского моста. Телезритель догнал нарушителя, чтобы номер машины записать. Он на ваших экранах. Левит скорости 60. Также нарушил и водитель этой 11-й, проехал на красный и встал на следующем же светофоре. Автолюбитель Александр просит патрульных наказать нарушителя. Муж его подану прийти. Да. Этого торопыгу на Тархово заснял Станислав. Десятка мчится в сторону рынка Солнечной и подрезает машины одну за другой. А владельцы этой машины не спасли и открученные номера. Припарковал Хёнде на площади Кирова под элиминацией. Сделал это Анатолий ради снимков. Их посмотрел даже мэр, но не оценил. Дорожные полицейские уже нашли автохама и наказали. Парень отделался штрафом в тысячу рублей. О видеоролике с нарушениями мы уже передали автоинспекторам вместе с теми, что не попали в эфир. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Проверяют вековые деревья. В Татищевском районе работали столичные эксперты. Проверяли состояние ствола, возраст, обхват, а также почву, на которой стоят растения, которым уже далеко за сто лет. Сейчас деревьям нужен дополнительный уход, говорят специалисты. Хвойные входят в список особо охраняемых государством. Никита Исанов знает, как проходила экспертиза. Высота дерева 16 метров. Об этом дереве специалисты могут узнать абсолютно все. Высоту, обхват, возраст и состояние ствола. Московские эксперты Центра древесных экспертиз обследуют растения не только визуально, но и инструментально. Оценю состояние ствола, состояние кроны и состояние почвы. Сосна в деревне Губари в Кататищевском районе самая старая в области, поэтому и попала в программу деревья памятники живой природы. Ее посадил на своей усадьбе помещик шахматов более 200 лет назад. Усадьба не сохранилась, а вот за сосной внимательно следят. У дерева даже собственный сайт есть. Там вся необходимая информация. Этот прибор называется резистограф. С его помощью можно в буквальном смысле заглянуть внутрь дерева. Вся актуальная информация попадает на ленту. И здесь уже специалисты могут узнать предварительную информацию о растении. В настоящее время сверло проходит гнилой участок древесины. Вот мы видим, как я уже повторюсь, снижение графика, вот этот провал, который говорит о меньших усилиях на сверление затраченного прибора. Что свидетельствует о наличии гнилев. Здесь вот рисунок самого Александра Николаевича Минха. Как раз здесь саженцы, вот зимой видно саженцы. Ну сколько им там, может быть год, три-четыре. В соседней Полчининовке стоит еще одна местная достопримечательность. На рисунке хозяина усадьбы Александра Минха саженцам еще не больше четырех лет. Сохранившиеся сегодня ели полтора столетия. Специалистам важно узнать, есть ли внутри повреждений и какой точный возраст растения. Для этого спиливать его полностью не нужно. Проба берется без вреда для хвойных. Подробный отчет дадут в столичной лаборатории. Туда материал, экспертиз направят в ближайшее время. А после специалисты напишут рекомендации местным властям, как правильно ухаживать за природной историей. Никита Исанов, Олег Буланов, Саратов, 24. Необходимо заплатить. Об этом спешат напомнить сотрудники налоговой инспекции. По их словам, если не успеть оплатить налоги до 1 декабря этого года, то саратовцев ждут пение и штрафы. Горожанам еще раз напомнили об этом. Специальная акция прошла в здании вокзала. Каждый желающий мог получить личную консультацию специалиста. Как оказалось, у саратовцев проблемы возникают чаще всего при оплате земельных налогов. Для того, чтобы упростить процесс оплаты за должности, всех желающих подключили к личному кабинету налогоплательщика. Данный сервис позволяет, не посещая налоговые органы, в дистанционном режиме воспользоваться государственными услугами ФНС, в том числе уплатить налоги. Также сотрудники инспекции вручали всем посетителям листовки с напоминаниями и разъяснениями о том, кто, где и как может уплатить налог. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. Затем вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Сельское хозяйство не терпит простоев. Мы, агрария, работаем на обеспечении продовольственной безопасности страны. В том числе благодаря помощи кооператива Гарант Кредит мы ежегодно трудимся для вас, производя овощную продукцию. Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережению. Здравствуйте. В четверг, 19 ноября, на святителя Павла, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Днем до минус одного, а ночью до минус восьми. Кстати, осенью не забывайте следить за иммунитетом. Проверьте уровень витамина D в инвитро. В Саратове и Энгельсе небольшая облачность и также порывистый ветер. Температура днем до минус одного, а ночью до пяти градусов ниже нуля. Атмосферное давление около 772 мм в ртутную столба. По приметам, алая заря утром к снегу или дождю. Вечером к ветреной и пасмурной погоде на утро. А спонсор прогноза погоды компании «Сарпрайт» широкий ассортимент труб и комплектующих в наличии под заказ. Действует гибкая система скидок. Всем добра, здоровья и удачи. До встречи. Мы развиваемся и растем. Теперь в «Сарпрайт» еще больше товаров в наличии. Для удобства наших клиентов мы увеличили количество позиций на складе. И пополняем его ежедневно. «Сарпрайт» уже узнаваемый бренд. Мы лояльны к нашим клиентам. Всегда четко выполняем условия и соблюдаем сроки. Именно поэтому нас выбирают и нам доверяют. Островок детства в центре Энгельса. Выставка «25 плюс 115» открылась в музее писателя Льва Кассиля. В этом году автору знаменитой «Швамбрани» исполнилось бы 115 лет. Посетители экспозиции смогут увидеть редкие материалы из фонда музея. Рукописи, дневниковые записи, фотографии, личные вещи писателя. Нина Цапайкина побывала на открытии выставки. Потому что этот карандаш ему подарил Аркадий Райкин. Известный актер и большой друг Льва Кассиля. Таких необычных экспонатов в доме музея Льва Кассиля в Энгельсе не один десяток. К 25-летию его создания и 115-летию со дня рождения писателя открылась выставка «25 плюс 115». В экспозиции представлены рукописи писателя, фотографии, письма, фрагменты из дневников, личные вещи, подарки друзей. Аркадия Райкина, Корнея Чуковского, Агнии Барто. На этой выставке мы решили рассказать о наших достижениях небольших за эти 25 лет. И, конечно же, прикоснуться, тем не менее, опять же, к биографии Льва Кассиля, чтобы указать на те черты характера писателя, которые дали вектор развитию нашему музею. Потому что с самых первых дней открытия нашего музея он заявил о себе как такой бойкий, немножко дерзкий, громкий музей, несмотря на то, что он вот такой вот маленький. Вся экспозиция музея проникнута веселым и немного озорным характером самого писателя. Мальчишка, у которого в кармане живой воробей. Так называл в письме Корнея Чуковский Кассиля. С первых дней открытия музей стал своеобразным островком детства в центре Энгельса. Эту улицу мы сделали досконально. На будущий год мы высадим газоны, все обустроим, все у нас будет красиво. Здесь мы отремонтируем цикаля и посады части здания. Речь идет о создании так называемого Кассилевского квартала. По проекту сотрудников музея улица, названная в честь писателя, превратится в открытую книгу. С текстами и иллюстрациями на фасадах домов, местными арт-объектами, веселыми сувенирными лавками и зонами отдыха. В этом году проект Кассилевского квартала победил в конкурсе «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Вот этот последний грант, который выиграли в размере все-таки 3 миллиона 600 рублей, это приличная сумма для небольшого музея. И я считаю, что это не предел, потому что очень многое я знаю в планах и в проектах. Поэтому желаю, так как грантовая система в Министерстве культуры Российской Федерации очень хорошо работает. И все возможности сейчас для этого есть. Поэтому любое начинание будет поддержано и нами, и, конечно, Министерством культуры Российской Федерации. Уникальные экспонаты и видеофильм о деятельности музея за 25 лет работы посетители могут увидеть на выставке, которая продлится до 16 декабря. Нина Цапайкина, Милерен Батори, Максим Пустовалов, Саратов-24. Вы снимаете, мы показываем. В эфире рубрика «Мобильный репортер». Каждую неделю мы показываем кадры, которые на мобильные телефоны сняли вы. Присылать видео можно на нашу почту info.sabakasaratov24.tv или выкладывайте в социальных сетях с хэштегом «Мобильный репортер Саратов». Что попало в объективы горожан на этой неделе, увидите прямо сейчас. Начнем с происшествий. На видео самая обсуждаемая авария минувшей недели. Прохожий снял на видео автомобиль, который провалился в коммунальную яму. Вот к чему приводит затяжной ремонт на дорогах, написали в комментариях пользователи. Автор этого видео тоже застал на улице города неприятную картину. В объектив камеры попала продавец одного из ангельских рынков. Она попыталась разморозить рыбу необычным способом, чем шокировала всех потенциальных покупателей. Нормально. Ништяк. Блин, не разбилось. Жители центра Саратова страдают от шума. По крайней мере, те, у кого окна выходят на трамвайную линию. Этот стук колес засняла жительница одного из домов на Советской. И пояснила, что причина кроется в разбитой дороге. Эти ребята предпочитают пошуметь вдали от города. Компания мотолюбителей сняла на видео одну из последних поездок по лесу. Сами ребята называют такие прогулки поиском приключений. И в завершении обзора необычный интерьер одного из саратовских подъездов. Автор съемки пояснила, здесь живет ее друг-художник. Поэтому голых стен остается все меньше. О главном к этому часу все еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.